Летний клуб Портофина. Траверс полностью заставлен шезлонгами и столиками клубного кафе. Это запрещено законом, так как он является берегоукрепительным сооружением и не входит в арендуемую предпринимателем территорию. Однако в администрации от комментариев отказываются, несмотря на претензии прокуратуры. Это является берегозащитным сооружением. На берегозащитным сооружением, согласно данных правил, невозможно установка каких-либо помостов и деревянных сооружений. А это клуб Мантра. Здесь прекрасно все. Траверс, опять же, заставлен шезлонгами. Отсутствует 30% бесплатной территории на пляже. Пятиметровый отступ от уреза воды и сквозной проход вдоль побережья. Администрация ведет себя более адекватно, чем в Портофина. Часть пляжных кроватей и шезлонгов забирают, освобождая хотя бы какой-то процент от необходимой территории. Также сворачивают забор в двух местах и обещают, что проход больше закрывать не будут. Мы не видели, что мы перегородили гостям проход вдоль побережья. Но мы эту проблему быстро устранили. И теперь это будет открыто. И люди могут свободно пройти вдоль побережья. Что они будут приказаны. Обещаете, что не поставите его назад? Нет, не поставим. Так оно и будет. Собственно, мы свободно пройти вдоль побережья. Здесь приказаны. По итогам обследования пляжей правоохранители составили протокол досмотра. Задокументированные нарушения передадут в областную экоинспекцию, которая будет принимать решение о штрафных санкциях. За участью полиции, контролирующих органов и вместе с вами был выполнен обход территории пляжей, выявлены порушения. За результатами указанных оглядов будут складены административные протоколы на СПД, которые есть арендаторами певных пляжей, где мы побывали и установили порушения. Такие, как размещение. Также о нарушениях уведомят городскую власть, на основании которых мэрия может через суд разорвать договор аренды. Отметим, что судьбой одесских пляжей заботилась депутат Верховной Рады Татьяна Плачкова. На основании именно ее заявления и действовали правоохранители. Только вот непонятно, почему подобные нарушения стали волновать народную избранницу в конце пляжного сезона, накануне старта избирательной кампании в органы местного самоуправления. Константин Гречанный, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.